Всем привет, меня зовут Инк, и прежде чем начать обзор на Back 4 Blood, будет важным рассказать, с чего все началось. С самого начала и во всех деталях. В 2006 году такая молодая студия как Turtle Rock анонсирует игру под названием Left 4 Dead, кооперативный хоррор-шутер от первого лица. Компания Valve, подарившая нам множество шедевров, покупает Turtle Rock и берет под свой контроль разработку Left 4 Dead, которую затем выпускает в 2008 году. Игра сразу становится хитом, получает множество наград и высокие оценки от прессы и игроков. Позже Valve объявляет, что больше не сотрудничает с Turtle Rock и сама занимается разработкой полноценного сиквела Left 4 Dead 2, который выходит уже в следующем, в 2009 году. Сказать, что игра получилась культовой и на ней выросло целое поколение, не сказать ничего. Именно с нее начинается моя личная история. Ну давай, рассказывай давай. Я наиграл в нее более 6000 часов. Сделал по ней сотни видео. Хайстоп, если что, тоже мой канал. А в составе команды Хайскил участвовал во всех крупных турнирах и даже на лан-турнирах. Блин, хребительная история. Но, к сожалению, с 2012 года Valve забивает на игру и переключается на развитие других своих игр, CSGO и Dota 2. Единственное крупное обновление на Left 4 Dead 2 за последние 8 лет было в 2020 году от сообщества. Соответственно, моя активность и интерес к игре упали тоже, а Left 4 Dead 3 можно было только мечтать. Ведь, как известно, Гейб не умеет читать до трех. Просто скажи три. Три! Больше двух. И меньше четырех. Тем временем, в 2015 году Turtle Rock выпускает свою новую игру. Асимметричный мультиплеерный шутер Evolve. В игре уникальный геймблей, крутой арт-дизайн и в целом большой потенциал. Но из-за своей сложности, баланса и ценовой политики компании, она, к сожалению, проваливается и быстро умирает. Как говорится, сдох Максим и хуй с ним. После этого студия решает вернуться к истокам и в 2015 году анонсирует свою следующую игру. Зомби-шутер в духе Left 4 Dead. Но они не могли просто взять и сделать Left 4 Dead 3, так как больше не сотрудничали с Valve, в котором принадлежат права на игру. Поэтому они символично ее называют Back 4 Blood. И вот, в конце этого года, наконец-то, состоялся релиз игры. И как только я в него поиграл, то сразу понял, что это настоящий шедевр и убийца Left 4 Dead. Ха-ха-ха-ха-ха, я пошутил. Или нет. Back 4 Blood это все тот же кооперативный шутер на четверых, где нужно пройти из точки А в точку Б, уничтожая на своем пути орда зомби. Инг, ты попался. Только тут не кампании, а акты. И не выжившие, а чистильщики, которые помогают военному спасти других выживших. Судя по времени в игре, первый раз. Из-за чего атмосфера игры воспринимается немного по-другому, нежели в Left 4 Dead. Да как ты заебала? Из плюсов, первое, что бросается в глаза, это, конечно, визуальная и техническая составляющая, которая лично мне понравилась. Графика красивая, современная, интересные локации, хорошая оптимизация и мало критичных багов на старте. Приятное оружие и стрельба, радует наличие большого количества бесов и прицелов. Конечно же, здесь есть скины, как на оружие, так и на персонажей, но мне это не очень интересует. Да, я люблю игры, но мне больше нравится, когда есть возможность взять эстетику игры и перенести ее в жизнь. И здесь мне помогает сайт Все Майки. Я не мог определиться, какую я игру люблю больше и заказал себе 3D-тостовку со всеми логотипами игр. И выглядит это, на мой взгляд, ну очень стильно. Тостовка хорошо сидит, мягкая и приятная внутри. Принт нанесен по всей поверхности. А еще я заказал в похожем стиле футболку. Выглядит прикольно, мне очень нравится. И, возможно, вы заметили маска в стиле... Другими словами, шоппинг прошел успешно. На сайте Все Майки вы найдете огромное количество других вещей с принтами. Не только по играм, но и кино, музыке и так далее. А на удобном конструкторе вы можете собрать нужный себе шмот со своим принтом. Ссылка будет в описании, а по моему промокоду вы получите скидку в 10%. Возвращаясь к игре, к плюсам могу добавить достаточно разнообразные миссии, наличие сюжета, сложность игры и геймплей в целом. Есть мини-боссы и много разнообразных особых одержимых, некоторые из которых, прям видно, было позаимствовано и из Left 4 Dead 2. У них также есть свои специальные атаки и появились уязвимые места. О, нет, бомбер! У каждого персонажа, кстати, тоже теперь есть свои способности. Мне очень понравилась система карт, благодаря которой можно создать свой стиль игры. Например, улучшить свое рукопашное оружие, дробовики или стать настоящим спидранером. За прохождение уровня даются очки опыта, на которые потом можно разблокировать новые карты, скины и все остальное. Перед началом каждого уровня игра разыгрывает и свои карты, например, усиливая зомби или добавляя погодные эффекты, что тоже придает разнообразие. Оружие, обвесы и другое снаряжение можно не только случайно находить, но и покупать в убежищах, как в CS GO. Только тут оружие каждый раз случайное. Деньги также можно находить и они распределяются на всю команду. В начале каждой игры важно определиться, с каким оружием вы будете бегать, потому что если вся команда будет с автоматами, то у всех будут проблемы с патронами. Патроны разделяются по типам оружия и их можно скидывать и делиться с другими, как и всем своим инвентарем, что очень удобно. Игровой режиссер присутствует, свою задачу выполняет. Боты как боты, ничего особенного. Из плюсов могу еще выделить звук и саундтрек. Это все, конечно, хорошо, но недостатки-то есть. А теперь давайте про минусы. Отсутствие русской озвучки. Криво работает достижение. Нет прогресса в салл-режиме. Долгий поиск игры. Иногда приходится долго ждать, пока кто-то досматривает сюжетные ролики. Нельзя снимать обвесы с оружия, чтобы, например, поменять прицел или скинуть его к кому-то другому. Нет поддержки модов, так что забудьте про пользовательские кампании и прочее. Так, иди первый, может, лезешь? Эр, нам нужна помощь, Эр. Я иду. Нет консоли разработчика и любого другого инструмента для создания своего локального сервера с читами. Для меня это очень важный момент. В LF4D через консоль можно запустить любую карту и делать что угодно. Ударить всех зомби, искать баги, трюки, тренироваться, записывать демки и видео. В Back 4 Blood же этого нет, что сильно ограничивает при создании контента. Но, пожалуй, самый главный минус – это отсутствие полноценного режима сражения, как в LF4D. В Back 4 Blood есть свой режим Рой. Это смесь выживания и королевской битвы. Но я даже не хочу про него рассказывать, потому что он мне не понравился, а без режима сражения я не знаю, чем буду заниматься в игре, когда полностью пройду, открою все карты и без тяжения. Ну че там? Чего? А с деньгами как вопрос обстоит? Какими деньгами? Очень многие жалуются на стоимость игры. И создаётся впечатление, что в основном жалуются именно фанаты LF3D, которые вылезли из своей 12-13 летней спячки и узнали, сколько сегодня на самом деле стоят игры. Да, я тоже считаю, что это дорого. Надо просто смириться и ждать снижения цены и скидок, которые точно будут. А по подписке Xbox Game Pass, насколько я знаю, игра вообще бесплатная. Ммм, пока я монтировал... Сори, я кушаю. В общем, мне Discord подарил 2 месяца Game Passа. Так что если у вас есть нитро, то правильный Discord может вам тоже пришло. Как за вообще? Я напомню, что 12 лет назад LF3D2 на старте стоил 500 рублей, а с учётом инфляции, доллара и других факторов, произошедшей в мире и игровой индустрии за последние десятилетия, сегодня он стоил бы те же полторы-две тысячи рублей. И какой же вывод ты сделаешь? Back 4 Blood это новая игра, которая что-то позаимствовала от своего преемника, а что-то пронесла от своего, со своими плюсами и минусами. По структуре и концепции она похожа на LF3D2, но с новой графикой, геймплейными механиками, кампаниями, персонажами и так далее. Если вы яры фанаты LF3 и особенно сражений, то Back 4 Blood может вас разочаровать. Если же вы просто любите проходить кампании или вовсе незнакомые серии LF3D2, то Back 4 Blood может вас заинтересовать. Я часто слышу, как люди говорят, что LF2 лучше, и вообще раньше было лучше, игры были интереснее, с душой, а сейчас что? Нет той ламповости и атмосферы, выходят одни ремейки и донатные помойки. Обычно, когда люди так говорят, они говорят о своем прошлом, о своем личном опыте, который не может служить доказательством чего-либо. Людям свойственно вспоминать прошлое в позитивном свете, забывая о негативных моментах. Например, что в том же LF3D2 люди постоянно ливают, тикают, сообщество токсичное, много читеров, багов, игра не развивается, баланса нет. В любой период времени есть как плохое, так и хорошее. Но не стоит цепляться за прошлое. Я хочу прогрессировать, а не возвращать вас в прошлое. Вы только думаете, что раньше было лучше. Поэтому для себя я решил, что Back 4 Blood достойна моего внимания, и я хочу дать ей шанс. Она ни в коем случае не заменяет LF3D, но она на данный момент является лучшей ее альтернативой. Я обязательно сделаю по ней еще несколько видео, а там посмотрим, как игра будет развиваться, держаться онлайн и так далее. Хочется надеяться, что разработчики не просрут игру, услышат фанатов, добавят сражения и, возможно, снизят стоимость игры или даже сделать ее бесплатной, как они это уже делали. Кто знает? В такие вещи надо просто верить. Пишите, что вы обо всем этом думаете. Понравилась ли вам самим игра? С чем вы со мной согласны? С чем нет? А с вами был Инг. Всех люблю и целую. Пока! И удачи тебе. И я жду видос с игрой на паблике. Ты все, иди уже. Давай, спасибо. Спасибо тебе за гайды по лофте. Говорят, что если любишь что-то, ты должен уметь это отпустить. Я думал, что это чушь. Пока не увидел, как ты умираешь. В тот момент стало... Ничто не имело значения для меня, кроме тебя. Я не хочу уходить. Я бы хотел быть с тобой, но я не могу. Не знаю, что будет потом. Но я ни о чем не жалею. Я так сильно люблю тебя. Я так сильно люблю тебя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok